Примите мои запоздалые пять копеек по коалиции Навальный-Собчак. Впрочем, что тут может устареть до весны? Мне кажется, в процессе обсуждения вопрос был сильно усложнен, а его суть основательно замылена, кем-то по недомыслию, а кем-то осознанно. Хороша или плоха Собчак, авторитарен ли Навальный, либеральный или недостаточно либеральный те или другие программы, все это, на мой взгляд, не имеет отношения к сути дела. Программы это для Бельгии, Нидерландов, Франции, Канады, для свободных стран, в которых свободные граждане на свободных выборах решают, как будут выглядеть важные подробности их будущей свободной жизни, налоги, миграционная политика, степень федерализации, внешнеполитические приоритеты. Нам, дай бог дожить до того, хотя что-то не похоже, что даст, нам до этого всего, как Рогозину да Илона Маска. Мы с вами, господа хорошие, обитаем в настоящий исторический момент в глубокой азиатской заднице, с несменяемым вождем племени и деградирующим общественным институтом. Мы все вассалы, включая, что интересно, Ксению Собчак, который несколько лет назад тоже дали примерить этот правоохранительный фасончик. С каждым из нас можно сделать что угодно. Персональная специфика расправы – одна для Улюкаева, другая для Эльдара Дадина, как и ее территориальная специфика – одна в Барвихе, другая в республике Мариэл и совсем третья в Чечне – только подчеркивают этот общий азиатский бесправный знаменатель. Что можно сделать в этой ситуации? Да разное можно сделать. Можно попробовать улучшить свои вассальные позиции, победив других вассалов в конкурентной борьбе за доступ к феодальным ресурсам. А можно попытаться выйти на свободу. Для начала следует констатировать, что это две разные задачи. Графа Монте-Кристо из Путина не вышла. Я не про материальную, а про историческую часть вопроса. Ему бы теперь остаться в управдомах, чтобы не повязали. А выборы такие фермопилы, через которые невозможно пройти без потерь. Кремлевские умельцы отдаляли этот день как могли. Аж отодвинули на два года, но и эти два года уже почти прошли. Теперь им кровь из носу надо проскочить через март 2018-го. Нужна легитимность. А для этого нужно снова затащить россиян в тот же пыльный цирк, в котором в былые годы уже откувыркалась вся эта политическая элита от Хакамады до Умара Джабраилова. Не говоря уже о дружном коллективе лидеров системной оппозиции в кавычках. Самые надежные из которых радуют наш глаз на манеже уже три десятилетия. Но на старых коней с плюмажами публика уже не ходит до стали. Даже жирик уже, на что одаренное существо, не наполняет массу, хотя расходует исправно. Насущно необходим дружный коллектив клоунов. И чем ярче и новее, тем лучше, которые будут прилюдно молотить друг друга и взбивать пену, изображая демократический процесс, конкурентную борьбу и бескомпромиссную в заранее оговоренных рамках полемику с Путиным. Чтобы по окончанию этого представления, привычно выехав на бесконтрольных азиатских фальсификациях, власть могла бы предъявить стране и миру поддержку народа в кавычках и остаться при закромах и безусловного преследования. Все это ясно как день и уже неоднократно ими исполнено. В этом контексте задача тех, кто хочет на свободу, очевидна – не дать ворам возможности симулировать столь желанную для них легитимность. Для этого следует объединиться вокруг того, кто представляет наибольшую организационную угрозу для воровской власти. Как на прошлом витке истории, очень разные силы объединились вокруг Бориса Ельцина. Урок, последовавший за этим, окостенение власти – важнейший урок, но он не отменяет эффективности объединения. Человека, который символизирует возможность выхода на свободу сегодня, зовут Алексей Навальный. Так уж получилось. Я бы, конечно, предпочел, чтобы его фамилия была Гавел или хотя бы Явлинский, но речь не о моих желаниях, а о реальности. Наши Гавелы как были, так и остались диссидентами. Знакомы ли вам, например, фамилия Шаров де Лане? А Явлинский уже давно привычная часть выборного пейзажа, господин, раз в четыре года появляющийся на поверхности, чтобы сказать приятные либеральному уху вещи, зафиксировать к удовольствию начальства маргинальное место либерализма в России и снова пропасть за горизонтом. В этом-то предвыборном пейзаже и появляется Ксения Собчак. Право появиться у нее, конечно, есть, о чем спор, но и мы имеем право посмотреть на ее биографию и спросить, зачем. Или даже, что вдруг, даже не у нее спросить, какая в сущности разница, что она ответит. На такие вопросы человек отвечает не словами, а годами жизни, вынятным следом совершенных и несовершенных поступков, репутации, извините за выражение. И в этом контексте, хотя любопытно, но уже совершенно неважно, в Кремле ли попросили Ксению Анатольевну замутить эту тему, или мы имеем дело с типовой глянцевой раскруткой, по неважно никакому поводу, главный для нас ответ очевиден в любом случае. Госпожа Собчак не планирует отстранять Путина от власти. Если вдруг сойдет с ума и запланирует, мы поймем это по новому обыску у нее дома, с изъятием вообще всего, а пока что давайте оставаться в рамках нашего знания о мире. Вернемся к раскладу на март 2018 года. Он прост как репа. Если в избирательных списках не будет Навального, это будут не выборы, а слова вообще. Симуляцию народовластия надо активно саботировать. Хунта она хунта и есть, и нефиг цепляться страсбургскими кружевами за эту вахру. Если же Кремль, понадеявшись на спойлеров, все-таки рискнет допустить Навального в список, надо выводить на чистую воду спойлеров, объединяться, голосовать, наваливаться на контроль и пытаться напомнить хунте, кто в доме хозяин. Это по поводу Конституции РФ. Надо попробовать предотвратить новую узурпацию власти, назначенную ими на март 2018 года. План действия для тех, кто хочет на свободу, совершенно ясен. Ясен и план действия для тех, кто на свободу не хочет или хочет, но меньше, чем севрюжины с хреном. Кто не прочь улучшить свои вассальные позиции, использовав острую нужду власти в легитимизации. Кто мечтает пригодиться Путину в трудный час, одни по службе, прочие от счастья, эти всей толпой выйдут на предварительный манеж, кто привычным аллюром, а кто на новенького. И при всей разнородности программ и персонали потенциальных участников будущего шоу роднит именно это. Они не собираются побеждать, но готовы поработать на директора цирка на взаимовыгодных условиях. Виктор Шендерович Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова